Хоба! Привет, с вами доктор Влад. И вот мне тут задали вопрос, и я решил, я тут было начал отвечать письменно, да? Вот, ну, наверное, лучше ролик записать. Смотрите, какой вопрос интересный. Здравствуйте, уважаемый доктор! У меня к вам вопрос, мы тут все время спорим. Почему американцы едут в Россию усыновлять больных детей? Я не верю в бескорыстность американцев. И восклицательный знак. Вот, ну я начал отвечать. Так вот начал отвечать, я прочитаю, да? Тут две мысли, которые мне пришли на ум. Многоточие. Уже три. И дальше у меня еще четыре, и пять, и шесть. И вот я решил ролик записать. Ну вот как я начал отвечать? Вшаг, огромная очередь на усыновление. Видимо, в России попроще. Ну, действительно, здесь вот, здесь вообще вот в Америке проблемы вот фертильности, деторождение, зачатие, ухода за маленькими детьми, они все сумасшедшие. Мне вот даже советовали одно время открыть сайт про фертильность, да? Вот. Ну, я что-то не стал этим заниматься. Просто сумасшедшие. Как и что? И действительно есть женщины, да, их и в России тоже есть. Их тоже есть. Ну, пускай так. Вот. Которые никак не могут родить, да? Ну, и вот здесь тоже разные варианты бывают. И бывает там, скажем, вот как у Киркорова, чтобы кто-то выносил, да, твой плод. Вот. Ну, это безумно дорого. Ну, есть. Ну, и вот очереди на усыновление, в частности, да? Вот. Огромные очереди. Ну, вот, видимо, в России полегче, потому что... Вот здесь берут всех подряд, да? Вот. А в России отдают все-таки детей каких-то больных. Ну, правильно вот она говорит, да? В основном больных детей. В первую очередь, во всяком случае. Вот. И поэтому очередь поменьше, да? А ребеночке все равно хочется, да? Тем более, что вот здесь вот медицина же, она лучше гораздо. И дети в России, которые считаются больными, здесь либо их вообще вылечивают до конца. Да вот у меня тут... Вот я себе в закладки положил, да? Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США. Обалдеть. Вот. Это мисс Миннесота. Представляете? Она раньше выигрывала на конкурсах специальных, как говорится, для детей. Ну, в смысле, для девушек с ограниченными возможностями. А сейчас она... Она просто выиграла конкурс красоты. Вы можете представить? В России такой, да? В Америке-то трудно представить. Вот. И поэтому вот эти дети, которые считаются больными, они либо вылечиваются до конца, либо поддерживаются. Ну, не знаю. Вот, например, вот здесь вот в Америке диабет вообще за болезни считается. Поддерживается элементарно. И люди себя чувствуют абсолютно полноценно, да? Ну, и там многие другие болезни тоже. И, скажем, какие-то... Ну, если проблемы там с руками, с ногами, с двигательным аппаратом, то тоже делают очень хорошие протезы. Вот. И поэтому, ну, в общем, в принципе, можно и больного взять. Всё равно твой будет ребёнок любимый, да? Вот. Это раз, да? Второе, вот я тут пишу. Американцы сумасшедшие. Это я успел написать, да? В плане помочь нуждающимся. Ребят, вот здесь так. Вот, например, у нас, ну, землетрясений мало бывает. А, например, вот какие-то, ну, особенно наводнения, да? Или смерч какой-нибудь там, тайфун, бах, и города нет. И сразу, знаете, все с ума сходят просто. Вот. Куча сразу волонтёров набегает. Кто-то там копает, значит, лопатой откапывает. Кто-то, если не может копать, там пожилые, например, люди, или времени нет совсем, они посылают туда продукты, одеяло, игрушки детские. Чего только нет. И потом вот этот город, который разрушен, там всё вытаскивают, вплоть до собак и кошек. И тоже пристраивают, понимаете? Тоже был случай, я вот описывал, где-то у нас тут что-то было, какое-то землетрясение, девочка, школьница. Ну, чё, копать она, ну чё она, девочка, да? Вот. Так, значит, продукты тоже, ну, какие, она сама не зарабатывает. Так она просто на углу встала и, значит, с плакатиком стоит, кому нужно, значит, объятие, ХАГС, да, называется. В Америке вообще вот, ну, как-то это очень популярно. Да вы знаете, вот смотрите фильмы там, типа, не знаю, «Крепкого орешка» какого-нибудь, там в конце все обнимаются. Ура, там мы победили и так далее. Здесь вот объятие – это в порядке вещей вообще во всех штатах. Я знаю, в России-то где-то там, в Краснодаре, в южных районах. А здесь все обнимаются, кому не лень. И вот она просто предлагает свои объятия, ну, как прижать к сердцу, да, вот такое. Вот. Так что американцы действительно сумасшедшие в этом плане. И вот насчёт, ну, какая, конечно, бескорыстность. Вот все эти волонтёры, они ничего с этого не имеют. Они просто вот берут отпуск там за свой счёт на пару дней, да, едут и помогают. Вот. Я слышал, в России тоже такое бывает, тоже люди помогают. Это очень хорошо. Вот. Ну, и американцы тоже. А чем они отличаются? Да ничем, те же люди. Так, чё? Да, вот я написал, это национальный бзик. Действительно, все... В своё время, вот помните «Башни Бледенцы», когда, да, вот эти рухнули? Так там американцы вообще выстраивались в очередь записываться в какое-то непонятное ополчение даже. Понимаете? Вот сразу, да. То есть у американцев вот эта национальная черта помощи, взаимопомощи невероятно развита. И они понимают прекрасно, что в России эти дети просто не выживут. И ещё вот эта жалость, да. Вот. Часто американцы едут волонтёрами куда-нибудь в африканские страны. Вот. Тоже там помогать. И какие-то продукты направляют. Это, я говорю, это национальный бзик. И зря вы думаете, что вот это вот бескорыстность. Да бескорыстность и сколько угодно. У американцев много денег. Нужно девать-то некуда. Уже всё перекуплено-перекуплено. Нужно кому-то помогать. Понимаете? Вот что. И вот я... У меня был ролик про американских миллиардеров. Да. Ну, куда тебе там 20-30 миллиардов? Ну, конечно, ты будешь кому-то помогать. И вот тоже я уже отдельно, да. Вот, например, если ты попал в какую-то... Ну, не знаю, в больницу попал, да. Тебе нечем платить. Вот всегда найдутся люди, которые за тебя заплатят. Причём это сделано... Знаете, как вот там у окошечка есть в госпитале, да. Ты туда обратись, обратись. Все документы приложи, что ты вот в месяц там получаешь столько там... Год столько-то денег получаешь. Тебе нечем заплатить. У тебя это всё примут. И в 99,9% тебе оплатят. Или, во всяком случае, помогут. Вот. Так что вот меня часто спрашивают. Если ты попал в аварию... А, если автоаварию, ну, это вообще без проблем. Даже если у тебя никакой страховки нету, я имею в виду на здоровье, да. Вот. То вся автоавария оплачивает автомобильная страховка. А без автостраховки вам просто машин никто не продаст. Вот. Все машины здесь застрахованы. Все абсолютно, да. Вот. От слова совсем. Вот. Так что вот так вот. Ну, ещё чего. Да, ну, всё, наверное. Вот вам усыновление. И действительно, американцы брали больных, детей, бескорыстно. А, вот ещё что забыл. Смотрите. Вот в Америке есть такой закон очень интересный. Но это даже не закон. Просто, ну, все мы люди, да. И, конечно, среди всех честных американцев найдутся нечестные, которые попытаются на этом деле заработать. То есть, усыновляешь ребёнка, получаешь государственную помощь, да. Вот. Здесь тоже есть государственная помощь. Но она специально сделана минимальная. Для того, чтобы не было соблазна брать детей и на этом зарабатывать. Понимаете? И вот именно с этой целью, да. Вот. Прям так и сказано, что чтобы не было у человека соблазна, то, значит, есть государственная помощь, но она небольшая совсем. Вот. Дальше. Ну, уж как-то сами справляйтесь. Это ваш ребёнок. Он действительно ваш ребёнок. Вы его усыновили, адаптировали. Здесь называется adaptation. Ну, вот как-то так. Так что напрасно вы думаете? Что просто так? И вы вот... Если вы всё время спорите, включите вот вашим спорщикам вот этот мой ролик, и я вам расскажу. Я педиатр сам вот из России, да. Вот. И, в общем-то, я в детском доме работал. Я все эти проблемы прекрасно знаю, что если из нашего детского дома ещё когда-то кто-то брал, то рядом вот у нас... Я в Дмитрово работал в детском доме, в Яхароме. Был, значит... Ну, это Дмитровский район, тоже городок небольшой. Вот. Так там, значит, был детский дом для проблемных детей, да. Вот. Тех вообще не брали никогда. Всё. Это вообще безнадёжно абсолютно, понимаете. И у нас-то вот я... Сколько я там работал? С год, наверное, так вышло. Вот. Да я вообще не помню, чтобы кого-то брали. Вот у нас за этот год, чтобы... Главное, интересно, когда я туда шёл ещё в форме, да. Ну, я перед этим в армии служил, а туда мне предложили просто поработать с врачом там, да. Вот. И я иду, и мальчишка встретил. Мальчишка встретился, я у него спрашиваю, где детский дом? Он так на меня посмотрел. А вы что, хотите кого-то усыновить? Я так сразу понял, что это оттуда, пацан. Вот. Ну, в общем, как-то так. Ну, да. Никого у нас не усыновляли, не удочеряли вот за этот год вообще. Какие-то документы были, да. Документы готовили. И люди приезжали, ну, так, чтобы вот забрали, да, с песнями, как говорится, с оркестром. Да нет, не было ничего. Ну, вот так вот. Всего хорошего. До свидания. Надеюсь, я на вопрос ответил. С вами был доктор Глад.